Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в священное писание Нового Завета. Сегодняшняя тема – задачи текстологии Нового Завета. Наука, которая изучает разночтение в древних рукописях, называется текстология. Однако, когда говорят о текстологии, иногда в этот термин вкладывают различные содержания. Посмотрим, как можно с церковной точки зрения охарактеризовать данную вспомогательную для изучения священного писания дисциплину. Текстология занимается не только разночтениями, но ставит еще и некоторые другие задачи. То, что касается разночтений, это достаточно очевидно. Уже Ориген в III веке занимался сопоставлением разных рукописей. И в своем произведении, которое полностью не сохранилось, только во фрагментах, и известно как гигзаплы, то есть шестостолбия, в шести колонках пытался сопоставлять для Ветхого Завета разные варианты текста. И подобную же работу он проводил для священного писания Нового Завета. В новое время возникает отдельное направление в библиистике, которое вначале получает название не текстология, а низшая критика текста. Иначе можно сказать критика текста на низком уровне, на уровне текстуальном. Возникает эта наука в XVII веке и развивается в XVIII-XIX веках. Постепенно это название к концу XIX века за данной наукой и закрепляется. Иногда называют низшая критика, иногда текстуальная критика. Однако стоит помнить, что низшая литекстуальная критика вставила свои задачи, кроме сопоставления рукописей, еще и восстановления оригинального текста Нового Завета. Мы не имеем возможности в кратком обзоре подробно рассказывать о перипетиях, которые происходили среди ученых в ту эпоху. Но если мы вникаем в историю этой науки, мы видим, как то один исследователь, то другой заявляет, что вот еще немножко, вот еще обработаем дополнительное количество материала, и мы получим, безусловно, оригинальный текст Нового Завета. Тот самый, который вышел из-под пера авторов. И сможем это утверждать с очень большой долей уверенности. Однако 20 век показал, что, к сожалению, это невозможно. Разночтения в рукописях достаточно многочисленны и разнообразны. Исследователи для того, чтобы упростить себе работу, выделяют целые текстуальные традиции, группируют рукописи в зависимости от того, какие разночтения там обнаруживаются. И при всем при этом, к сожалению, невозможно выделить такой текст Нового Завета, чтобы о нем с очень большой долей вероятностью, на основании каких-то аргументов и фактов, утверждать, что он является близким к первоначальному или даже первоначальным. Стало ясно, что эта задача недостижима. И сейчас, когда анализируют разные разночтения, то, конечно, стараются говорить о предпочтительном разночтении. И поэтому, если мы слышим с вами в оригинальном тексте Нового Завета стояло такое-то, такое-то слово, лучше мыслить, как этот исследователь считает данное слово более предпочтительным разночтением. В 20 веке не только для рукописей Нового Завета, но и для других рукописей происходили сходные научные процессы, процедуры, их изучали. И в частности у нас в России, в Советском Союзе, занимался изучением славянских, не библейских, рукописей. Такой замечательный исследователь, как Дмитрий Сергеевич Лихачев. И вот он для нас, для нашей российской традиции, предложил определение, что такое текстология. И, конечно, это определение мы можем использовать и для текстологии Нового Завета. И сейчас будет ясно, почему. Дмитрий Сергеевич Лихачев как раз отличает в случае с русскими рукописями понятие нишеля текстуальной критики и понятие текстологии. Вот что он пишет. Главный методический принцип современной текстологии состоит в том, что история текста произведений изучается не в разрозненных чтениях его отдельных мест, а как единое целое. Анализ разночтений и чтений текста ведется не изолированно в каждом отдельном случае и не для формального восстановления первоначального авторского чтения, а послойно, в составе контекста с целью изучения истории текста установления всех этапов его жизни. Сказано Дмитрием Сергеевичем в отношении русских рукописей очень хорошо может быть перенесено и на сферу священописания Нового Завета, потому что если мы изучаем те или иные разночтения не сами по себе, не просто как на личный факт, а пытаемся задать вопрос по какой причине они возникли, то тогда, конечно же, мы уже смотрим не статистически, не механистически, а мы смотрим историю передачи текста Нового Завета и разночтения являются всего лишь частными случаями. И, конечно, когда мы обнаруживаем какие-то стилистические исправления тех редакторов, которые считали, что стоит отказаться от простых форм диалекта Коэйне, на котором написан Новый Завет, в пользу каких-то возвышенных атических или классических древнегреческих форм, мы можем сказать, да, здесь мы имеем дело с сознательной корректурой, не меняющий смысл, но несколько облагораживающий текст. Поэтому получается, что текстология все-таки должна смотреть на историю и воспринимать эти разночтения в свете истории текста. Интересно, как сравнивать Дмитрий Сергеевич Лихачев текстуальную критику с одной стороны и текстологию с другой. Цитата. Между критикой текста, добывающей текст для издания, и текстологией, изучающей историю текста, такая же разница, как между агрономией и ботаникой, фармакологией и медициной, искусством черчения и геометрией. Только когда отдельные явления изучаются во всей их полноте, а не замыкаются добыванием сведений для нужд издания, текстология получает свободу развития. И сказанное здесь абсолютно верно и для новозаветной текстологии. только только тогда, когда новозаветная текстология учитывает конкретное разночтение в связи и с историей текста, и в связи с другими какими-то частями новозаветного текста, она и становится именно текстологией. В том примере, где говорится о разночтении в прологе Евангелия от Иоанна, 1 глава, 18 стих, когда вместо моногениз и иос некие переписчики редакторы исправили моногениз хеос. То, что данный случай является исправлением, можно доказать, если обратиться к другим частям Евангелия от Иоанна, потому что у евангелиста Иоанна в дальнейшем еще несколько раз используется термин моногениз и иос по отношению ко Господу Иисусу Христу. И поэтому получается, что текстология, которая переходит на более высокий богословский аналитический уровень, она, конечно же, предложит в качестве предпочтительного разночтения единородный сын. А критика текста, которая замыкается на каждом отдельном случае обособленном, она скажет, нет, лучше здесь выбрать единородный Бог. И вот, если мы понимаем отличие текстологии, которой мы будем сейчас заниматься от низшей критики или критики текста, то мы поймем, по какой причине в ряде случаев православные исследователи говорят, нет, мы не согласны с тем, какое разночтение выбрано в качестве предпочтительного в критическом издании текста Нового Завета международной группы специалистов, состоящих в основном из протестантских ученых, потому что у них своя методология, а у нас несколько иная, которая предполагает другое отношение к тексту. Почему же мы можем себе позволить такое иное отношение к тексту? Потому что текст Священного Писания Нового Завета, как и текст Библии вообще, это текст церкви. Он возник в церкви, и церковь в лице своих членов имеет возможность с этим текстом работать. Только тогда, когда текст воспринимается как живое непосредственное откровение Божие, он и подвергается каким-то корректурам и исправлениям. И поэтому работа, которую проводили переписчики, не была всего лишь искажением текста, как на это смотрят протестанты, отвергающие церковность. Но для нас с вами это жизнь текста внутри церкви. И вот это фундаментальное отличие, когда мы воспринимаем данную деятельность переписчиков в рамках церковной жизни, а протестантские ученые воспринимают это в рамках некоего искажения, порчи текста, и может быть указано в качестве важного отличия церковной текстологии Нового Завета от текстуальной критики, которая имеется вне Церкви Христовой. Можно дать следующее определение, что же такое с нашей православной церковной точки зрения текстология. Текстология Нового Завета вспомогательная библейская дисциплина, изучающая историю текста Нового Завета с учетом его богословского содержания. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...